Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Amartits. Сегодня 12 января, мы начинаем наш утренний брифинг. Сразу же перейдем к основному событию вчерашнего дня. Безусловно, им стало выступление президента Трампа. Первая пресс-конференция в качестве уже официально избранного президента Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, все внимание инвесторов и участников рынка было приковано к ответам на вопросы журналистов и тем комментариям, которые Дональд Трамп даст по поводу первых своих действий в качестве уже избранного президента. Сразу отметим, что эта речь лишь первая и даже может быть не столько важная, потому что нужно учитывать, что лишь с 20 января официально Дональд Трамп приступит к исполнению своих обязанностей и будет еще речь во время инаугурации, что, безусловно, является более важным событием. Тем не менее, вчера было несколько очень важных посылов, которые мы сейчас с вами разберем. Вы могли наверняка видеть те движения на рынке, которые возникли именно в процессе пресс-конференции и сразу же после нее. Безусловно, как мы и ожидали, волатильность была повышенная и были все возможности для того, чтобы открывать прибыльные сделки. Итак, отвечая на вопрос журналистов Трампа, в первую очередь подтвердил свое мнение, точнее подтвердил многое, что было им заявлено еще в ходе предвыборной кампании. Как раз таки многие ожидали именно комментариев по поводу того, будут ли какие-то иные заявления, то есть отличающиеся от того, что он говорил в ходе предвыборной кампании. Потому что мы знаем, что во время предвыборной гонки многие кандидаты делают довольно популистские заявления и затем так или иначе снижают свою риторию, куда делают ее более мягкой. Так вот, в целом мы можем подтвердить, что многое из обещаний Трампа подтвердил, но тем не менее, это инвесторам не понравилось. Сейчас мы увидели, что сразу после пресс-конференции и по отношению к евро, и по отношению к британской валюте доллар потерял довольно прилично, если мы берем в процентном соотношении. С чем это связано? Связано с тем, что ничего нового сказано не было, довольно мало было конкретики. Вот именно на этом и обращали внимание в первую очередь журналисты и крупные участники рынка. Нужно отметить очень важный факт, что СМИ очень жестко критикуют Трампа и всячески пытаются ему насолить, задают неудобные каверзные вопросы, опять же, во свете того, тех заявлений, которые были сделаны во время предвыборной кампании. Поэтому, учитывая, что такая информационная война сейчас происходит между Трампом и СМИ, можно было ожидать неудобных вопросов и можно было ожидать, конечно же, критических разносов в статьях после пресс-конференции. В частности, наиболее сильный резонанс вызывает у представителей СМИ предстоящие налоговые изменения, мы их обсудим чуть позже. Также, конечно же, риторика в отношении с Россией. И об этом тоже, когда мы будем говорить о перспективах рубля сегодня, мы затронем эту тему. И, конечно же, изменения, касающиеся здравоохранения. То есть мы знаем о мнении президента Обамы на этот счет. Так называемая политика Обама Кея, которая была инициирована еще несколько лет назад. Мы знаем, что Трамп пообещал отменить все те действия, те начинания, которые были сделаны Обамой именно в сфере здравоохранения. Поэтому, опять же, учитывая волатильность на американском фондовом рынке, в частности, по сектору здравоохранения, мы считаем, что как раз-таки именно данный сектор может привлечь большое внимание в ближайшее время. И стоит последить за акциями именно фармацевтических компаний, которые и так славятся своей повышенной волатильностью, но в свете повышенного информационного давления и насыщенного информационного фона, безусловно, они будут еще более активны. Но, опять же, об этом чуть позже. Что касается главных итогов пресс-конференции, то если исключить прощие события, которые нас ожидают до речи, во время инаугурации, и вступления в должность президента Крампа, стоит отметить, что доллар будет находиться под давлением. Мы увидели начало этих негативных тенденций вчера, как уже было отмечено, после пресс-конференции, когда в течение буквально двух часов и евро, и британский фунт перекрыли полностью снижение, которое было в течение предыдущих трех-четырех торговых сессий. При этом это происходило на повышенных объемах и было пробито несколько важных технических уровней сопротивления. Поэтому, если в ближайшие часы не будет возврата ниже этих диапазонов, то мы сможем увидеть на текущей неделе укрепление именно евро и британской валюты по отношению к американскому доллару. Опять же, в силу того, что для того, чтобы доллар продолжал укрепляться, нужны новые информационные поводы и нужны, пожалуй, уже некие действия. То есть разговоров и словесных интервьюн со стороны Трампа и его администрации будет уже недостаточно. Нужны будут конкретные действия, которые мы сможем увидеть лишь после 20-го числа. Поэтому, опять же, до этого момента мы сможем рассчитывать именно на ослабление доллара, хотя это будет несколько непривычно, учитывая, что мы последние месяцы находимся в условиях быстро и сильно растущего доллара. Поэтому, опять же, призываем пока повременить с короткими позициями по парам евро-доллар и фунт-доллар и быть более осторожным именно в коротких позициях. Что касается прочих вчерашних новостей, то мы могли видеть очередную порцию макро-статистики по Великобритании и уже традиционно она разочаровала участников рынка. В первую очередь вышли довольно негативные данные по сальдо торгового баланса в Великобритании. Если мы посмотрим статистику по этому показателю за последние даже годы, то увидим, что есть четкая тенденция, именно негативная, которая усилилась после Brexit и после событий июня прошлого года. И сейчас мы видим, как эти события оказывают все больше и больше давления на британскую валюту. Вот мы могли наблюдать вчера после 12.30 утра, когда было опубликовано это событие, что британская валюта даже обновила свои локальные минимумы. То есть это очень важное событие вчера произошло и не нужно забывать о нем на фоне опять же пресс-конференции Трампа и прочих новостей. Важно сделать себе пометку, что вчера впервые за долгое время фунт вновь обновил свои минимумы. То есть казалось бы, было найдено дно по данному инструменту, и мы могли наблюдать некую коррекцию. Возможно, многие говорили даже о развороте, так как был сценарий мягкого выхода из ЕС со стороны Великобритании. Но вот мы помним, что в понедельник были довольно жесткие заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что выход из ЕС будет инициирован по возможности кратчайшие сроки, что, конечно же, оказало давление и поставило некую подножку британской валюте. И вот в ходе вчерашних негативных данных по сальдо торгового баланса мы увидели пробой уровня поддержки. Но, что интересно, мы вернулись в ранее обозначенный диапазон, и вот сейчас уже можно говорить о том, что это ситуация так называемого влажного пробоя, когда мы наблюдаем пробой какого-то важного уровня, но не можем закрепиться ниже. То есть объемы на рынок уже вышли, многие открыли свои сделки на продажу в тот момент, однако весь этот объем был выкуплен. И поэтому сейчас уже можно говорить о том, что можно начинать осторожные покупки по фунт-доллар. Именно эта валютная пара традиционно является наиболее интересной в плане волатильности и тех движений, которые мы можем видеть в течение торговой сессии, поэтому, опять же, в первую очередь следим именно за ней. По евро-доллар картина была похожая, то есть мы видели, как падение, которое было утром и в течение дня, то есть европейской торговой сессии, было с лихвой перекрыто движением, уже восходящим на фоне пресс-конференции Трампа. Двигаемся дальше. Дальше среда была насыщенной новостями, да, и, конечно же, те, кто торгует нефть, помнят, что именно в среду выходят еженедельные данные о запасах нефти, которые опять, опять очень сильно удивили и также предоставили порцию информации для размышлений. То есть можно уже составить определенный торговый план, исходя из того, что мы увидели вчера. Так вот, были опубликованы данные, которые оказались хуже прогнозных значений в 4 раза. То есть запасы нефти увеличились на фоне, несмотря на то, что было достигнуто соглашение стран ОПЕК, на фоне того, что сланцевые нефтедобытчики в США, казалось бы, еще не активизировались, да, так как могли бы и не увеличили поставки нефти на рынок. Но, тем не менее, даже на, несмотря на все эти факторы, мы увидели, что запасы нефти продолжают расти и, казалось бы, нужно открывать, опять же, позиции на продажу и рассчитывать на очень быстрое и сильное снижение нефти. Но не тут-то было. Мы вчера увидели на графике несколько похожую ситуацию на ту, которая была по парам фунт-доллар и евро-доллар. Также несколько восходящих, да, зеленых свечей, причем довольно больших. И это все, конечно же, заставляет задуматься о том, что на рынке остается сильный покупатель. Вот, опять же, это очень простое логическое заключение, да, очень плохие новости, но весь объем на продажу выкупается, и мы видим только рост нефтяных котировок. Поэтому вот те цели, которые многие ставили, в том числе крупные инвестбанки США, еще в конце прошлого года, о том, что и те планы, да, на 2017 год, говоря о том, что может быть вполне достигнута отметка в 68 долларов за баррель. Напомню, это максимум последних двух лет. Эта отметка была зафиксирована еще в 2015 году. И сейчас все внимание приковано именно к ценовой отметке в 53 доллара за баррель. Если вы посмотрите на дневной график нефти, то сможете увидеть, как несколько раз на протяжении последних лет происходило тестирование этой отметки, до этого уровня со стороны покупателей, но мы все время наблюдали отбой от этих значений. И вот в конце прошлого года мы смогли закрепиться выше 53 долларов за баррель. И вот вчера как раз-таки мы вновь увидели отбой именно от этого уровня. То есть именно на этой отметке находится большое количество ордеров на покупку, что, опять же, позволяет рассчитывать на дальнейший рост черного золота. Опять же, во многом определяющим будет сегодняшний день, потому что после вчерашнего мини-ралли нам важно увидеть дополнительное подтверждение того, что покупатели по этому активу преобладают именно в текущем моменте. Не в целом, скажем, если мы ориентируемся на дневной график цены, а именно в период внутридневной торговли. Поэтому, опять же, хорошим советом может стать начало покупок при обновлении вчерашних максимумов. Если быть точным, то это отметка 55,6 долларов за баррель. И если мы увидим закрепление выше этого уровня, который является более локальным, и можно будет открывать сделки именно краткосрочные, опираясь на него, вот вполне с коротким стоп-лоссом можно будет совершать сделки именно от этих значений. То есть теперь мы вновь смотрим на нефть именно в ключе растущем. И двигаемся дальше. Несколько слов хотелось бы сказать и о отечественной валюте. Рубль традиционно, как нам казалось, коррелирует с нефтью. Это было на протяжении долгих месяцев, но в конце прошлого года мы наблюдали некую раскорреляцию этих инструментов. То есть мы видели, как сильно росла нефть, и в то же время рубль укреплялся не такими быстрыми темпами. И вот главное, пожалуй, открытие начала этого года, что корреляция в целом вновь возвращается. Мы можем видеть, как рубль довольно сильно и точно повторяет движение цен на нефть, но, конечно, в противоположную сторону. Мы помним, если нефть растет, то укрепляется и рубль, то есть падает пара доллар-рубль, которую мы видим в своем терминале. Что касается, опять же, этой пары, то отметим самую важную отметку, ценовой уровень в 60 рублей за доллар. Это и психологически важная отметка, и с технической точки зрения также. Вот если мы посмотрим, опять же, на график этой пары, то увидим, что именно от данного уровня сейчас происходят покупки, и покупателям пока удается удержать данную отметку. Опять же, многое будет зависеть от цен на нефть, и если мы в этом году увидим, скажем, 68 долларов за баррель нефти, то в таком случае доллар может стоить около 50 рублей, но пока такие выводы делать еще довольно рано. Вот опять же, несколько слов хотелось бы сказать, вернувшись к конференции Трампа вчерашней, потому что, пожалуй, самое неожиданное, что там было, это некое изменение риторики в отношении России. Мы воспринимали, все участники российского рынка и аналитики наши воспринимали с большим позитивом приход к власти Трампа, отмечая те заявления, которые были сделаны им в отношении России. Но вот вчера, опять же, может быть, под натиском СМИ и их жесткой риторики Трамп несколько иначе обозначил дальнейшее взаимодействие с Россией, признав, что по-прежнему Россия остается одной из главных угроз для мировой безопасности, и отметив, что санкции пока снимать не планирует он, то есть какие-то поспешные действия и решения он принимать не будет, что, конечно же, оказывает дополнительное давление на российскую валюту, потому что, опять же, и на фоне макро-стабильности, да, вот конца прошлого года мы наблюдали укрепление российского рубля. Поэтому, вот, опять же, нужно учитывать именно эти новости, да, в торговле и в своих позициях по паре доллар-рубль. Еще один интересный момент. Индекс СНП-500 отреагировал не так остро, как вот американская валюта на конференцию Трампа. Если мы будем рассматривать график, опять же, американского основного индекса СНП-500, то увидим, что каких-то снижений после, либо во время пресс-конференции не последовало. Более того, индексы вновь подогнали к самым максимальным значениям. Мы видим продолжительную боковую консолидацию вблизи исторических максимумов, что, конечно же, может быть признаком того, что скоро мы увидим пробой и обновление этих самых отметок. Потому что мы знаем, что когда происходит быстрый отбой от уровня, да, то это означает, что ситуация на рынке будет меняться, и мы можем увидеть разворот тренда. Если же мы наблюдаем длительную консолидацию вблизи важного уровня, это означает его скорый пробой. Поэтому, опять же, мы ждем дополнительные информационные поводы для подтверждения этого сигнала. Но все-таки для американского индекса этот год обещает быть довольно позитивным. Даже несмотря на то, что запланировано несколько повышений ставки со стороны ФРС. Мы говорили еще в конце прошлого года, опять же, о том, что повышение ставки ФРС означает давление на индексы СНП 500, потому что тот рост фондового рынка, который мы видели в последние годы, был во многом обусловлен и тем, что на фоне дешевых денег многие компании занимались обратным выкупом своих собственных акций у частных инвесторов. В ходе именно такой политики мы и видели обновление, опять же, многих максимальных отметок по основным акциям, по самым капитализированным компаниям американского фондового рынка. Поэтому, безусловно, политика ФРС может оказывать некое давление на американский индекс в этом году, но с технической точки зрения все выглядит очень позитивно для данного актива. И опять же, не стоит забывать о тех мерах, которые были обещаны Трампом. Это налоговое стимулирование небольшого и крупного бизнеса, а также большие вливания в инфраструктуру, что также оказывает обычно довольно сильное влияние на фондовый рынок в позитивном ключе, конечно же. На этом хотелось бы завершить сегодняшний брифинг. Всем успехов в торговле и до свидания.